Учитель со стажем Равиль Сайфулин легко входит в роль пятиклассника. Детали конструктора в его руках быстро превращаются в робота. Остается включить знания по информатике и запрограммировать его на выполнение нужных действий. И пока школьники на каникулах, преподаватель учится, чтобы поделиться опытом с учениками в новом учебном году. И детям полезно это, потому что вообще-то робототехника это, как вам сказать, такой предмет, он всеоблемен еще, он и математику позволит детям больше осваивать, физику, другие технологии тоже самое. Потому что вот технологии, сейчас мы просто собираем. Но через некоторое время мы будем заниматься уже информатикой, программировать, правильно? Вот это детям очень интересно. В Самарской области благодаря поддержке правительства робототехника активно развивается и не сегодня-завтра роботы так плотно войдут в жизнь человека, что посудомоечные и стиральные машины покажутся пережитками прошлого. Проект Р2Д2 способствует тому, чтобы молодые и талантливые разработчики могли творить и воплощать в жизнь смелые идеи. Те, кто у нас занимаются в Р2Д2, они все знают от мала до велика, где у тебя дома робототехника, это стиральная машинка. Те ребята, которые не посвященные, они, конечно, с такой быстротой не отвечают на эти вопросы. Конференции только малая часть большой работы, которую ведут самарские конструкторы. И им есть чем похвастаться. В скором времени самарские профессионалы в области робототехники отправятся на Всемирную Олимпиаду в Казань. Марьяна Мирная, Алексей Золотенков. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова